всем привет дорогие друзья вроде бы как все пошло и надеюсь что все пошло поэтому жду конечно же собственно того как у меня это все здесь начнется убираю и всем привет кто собственно пришел рад вас всех собственно видеть и сейчас мы пойдем поиграем war thunder после часов 6 мы уже переместимся на youtube и там пойдем рубать что-то другое что то другое это гвт как вы сами уже скорее всего поняли итак давайте я переключусь на тундру ее и чудо и не видно ничего не видно не видно потому что она скорее всего так параметры игры сейчас я по-быстрому все это дело поправлю полноэкранное окно или запустить тундру сейчас все будет сейчас все будет да а хотя все перепустил я тундру можете можете ее видеть я так понимаю должно быть все видно и полетели первый раз воздушный бой реалистичный думаю на спидфайре на каком-нибудь мне по идее нужно качать метеора если честно даже не знаю кого мне качать первым все таки метеора или что-то еще на думаю что все таки метеором слетаем на тайфуне мустанг мустанг давайте мустанг так на тайфуне я сегодня уже летал пойдем на мустанге думаю он это будет неплохо и здорово а потом переместимся на танчики не забывайте поставить плюсик на искать 2 тв те кто пришел очень мне это нужно и очень сильно поможет вот как то так а еще я музыку поставил вроде как потому это не youtube и здесь можно нормальную музыку поставить и я собственно этим и занялся это все дело и сделал поставил тут рог вам так что надеюсь все вас устроит и надеюсь у нас вообще в бой-то кинет народу что-то не так уж и много всего лишь каких-то жалких 50 тысяч онлайна и нас понятное дело бой что-то кидает как долго-долго и меня еще всегда удивляла мустанг мк 1 а у него максимальная скорость написана по идее которую способна развить машину 685 километров в час я так понимаю это когда она движется по горизонтали но я даже не знаю как вам это объяснить если только с пикирования такую скорость набирать но чтобы ее разогнать так двигаясь просто в горизонте я даже не знаю что надо сделать как-то что-то мне не приходилось давайте давненько не летал с хиспанами возьмем универсал очку универсальную ленту хотя бы будет видно хотя она меньше дамажит но возьмем ее почему бы и так снарядов кстати у него не так уж и много всего лишь 500 для четырех на на хиспан это как-то не очень много это не очень тоже радует а если учитывать то что у нас еще и боевой рейтинг вполне себе не маленький по моему он там то ли 5 и 3 то ли 5 и 7 вообще в общем совершенно ничего в этом радостного нет и как вы можете заметить вообще она очень очень тугая по динамике машина не хочет она взлетать просто давай отрывайся от земли набирай скорость эти уже давно взлетели а я вот только-только кое-как карту нас через спания по сицилия 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 куда же нам нам туда туда лететь но в общем долго лететь ли коротко ли сейчас будем все пробовать как-то хотя бы взлетать скоростью самолета но я не знаю не стоит пытаться на нем сейчас заклинить куда-то выше немцев мы в любом случае не окажемся поэтому поэтому как так и почему-то он мне тут музыку не хочет воспроизводить давай воспроизводи музыку будь хорошим мальчиком привет фрагменту и да всем привет кто пришел мы летим сейчас на мустанг мк-1 а скорее всего будем получать по щам потому как собственно против немцев на нем очень сложно летать у него довольно высокий боевой рейтинг а скоростью машина и скороподъемность уж тем более совсем не отличается что печально даже обычный мустанг здесь конечно выглядит посолиднее даже несмотря на то что у нас вроде как 4 на на испаны а у них у них собственно пулеметы ну да ладно так зато у нас есть п-63 п-63 это очень здорово это мощная штука я попробую хотя бы залезть на высоту 2000 метров чтобы оттуда если чё спикировать держится очень неплохо скорость мустанг при пикировании то есть флаттер у него вполне себе хороший не развалится на скоростях около 800 километров в час так что от немцев хотя бы вдруг что уйти можно будет и с fps у меня вроде да все в порядке все должно быть замечательно и даже пинг пинг вообще шикарный так что лага быть не должно итак 290 километров в час мы климбим ничего сверх интересного можно из кабины посмотреть как это все выглядит но нельзя сказать чтобы обзор прям был на и шикарнейший но какой собственно и есть тут они пушечки наши испаны ну так все выглядит вполне себе неплохо приборчики тут все двигаются у нас температурка потом черт всякая фигня нет у нас тут скорость что-то я не могу найти там да не вижу в общем мили в час давление в общем приборчики это все конечно круто но я уже забрался на высоту около двух с лишним тысяч метров кстати оказывается я клинблю примерно как вот этот вот мустанг обыкновенный но он по идее должен был быть мне кажется по идее машина кстати высотная мустанг совершенно не для таких высот в 2-3 километра это как-то для него маловато низковато и у нас уже вода кстати перегрелась на воду в принципе пока насрать счетчика нет ладно а когда масло нагреется до этого момента общем то придется мне кажется ждать потому что она вряд ли нагреться так чё у нас там ага летают эти все великолепные бф и ну и пусть летают надо искать контакты сейчас сделали такую дурную штуку то что противники на расстоянии только в 6 километров отображаются и неважно видит их твои союзники не видят в общем раньше то если твои союзники видели противника то можно его хоть на другом краю карты было заметить сейчас же такого нет сейчас делали как за чем-то идиотскую вот эту вот ерунду только 6 километров обнаружения при этом играть стало конечно сложнее просто потому что скучно стало не видишь ты где противник как-то не очень кайф глядываться постоянно куда-то там выдали выискивать глазами где же где же этот противник где он раньше то хотя бы было понятно где он а тут сейчас сделали и так и на немаленьких собственно картах совершенно не маленьких сделать такую дурь кстати вот у нас уже одного мустанга я так понимаю с высоты-то согнали значит надо пытаться что-то как-то ему помочь давайте попробуем на этого собственно бф спикировать скорость пикирования разовьем вполне и сможем уйти от него даже если мы пробуем зумить нормально не сможем за счет того что мы вряд ли выйдем обратно на ту высоту с которой мы собственно прибыли но зато теперь пикирование хотя бы сможем догнать этого собственно фридриха да это фридрих виден мы то что скорость почти 800 но машина начала дрожать и ручку лучше на себя резко не тянуть но кстати он смотрите как довольно неплохо от нас улетал по первости но теперь понятное дело уже никак я его сейчас начинаю догонять самое главное чтобы никаких сейчас резких маневров с ним и и давай ну 700 километров все у меня скорость очень сильно падает движок уже не держит он пошел в вес и резко вверх проатаковать пробуем попадание и вот толку от того что попадание растратил только кучу боекомплект но пока у нас была энергия мы неплохо виражем по сравнению с тем же самым фридриха мы значит сейчас можем его как-то напороть на нашу очередь давайте постреляем а все он молодец он блин разбился почему было по ним попадание не засчитали просто разбился ну поле как эта игра сделана просто а ну ребята это вообще не честно по моему и причем он спустил меня и потому что еще должен да по 51 тоже внизу и никак он на высоту не зайдет он все вода перегрелась давайте откинем по-быстрому перегревчик о кстати спустились эти бф и попадали по ходу да сбиты тайфуном ну ладно давай стыдай быстрее блин 200 километров все отлично шикарно вода остыла значит можно лететь дальше и они смотрите на высоте а мы внизу не есть хорошо что с ними делать будем ждать пока их спустят у нас больше других вариантов никаких нет то что этого фридриха нам не засчитали но очень нечестно я считаю так фризы без понятия почему фризы летишь и летишь движение почти незаметно ну как незаметно мне кажется заметно видно то что движение есть особенно когда замеса так там вообще жесть начинается и если тебе не нравится играть в реалистичных битвах иди в аркаду там вообще просто жесть какая-то там творится непонятно и просто месилово там вообще некогда отвлекаться это не world of warplanes блин это 6 какая-то вот там ты реально как будто киселей едешь на танки по воздуху ну там просто жесть и нереально и неудобно некрасиво в общем ничего лестного я сказать о warplanes не могу пробовал даже не один раз садился заставлял себя попробовать но удовольствие так и не получил только одно попа боль особенно по сравнению с продуманной более физикой вар тандера и тому подобного да да и самолетов тут побольше в общем вар тандер в плане самолетов конечно переплюнул картофан но танки пока еще нет особенно по геймплею да и из-за количества онлайна иногда приходится очереди ждать просто невероятно долго и давайте попробуем теперь еще одного а он уже без крыла летит вниз ну ладно раз летит без крыла трогать его не будем законно сбитый фраг пусть достанется кому-то так на то у нас я смотрю вверху еще есть кто-то кто напал на спидфайра и еще кого-то это у нас еще 109 целая куча 109 немцы понимаешь ли немцы и у нас перегрев опять двигает надо кстати не дай бог не вовремя чтоб потом перегрев с перегревом не оказаться надо чуть-чуть движок остудить сейчас пока они не подлетели ближе давайте по нулям чтобы у нас остыл давай 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 в 109 все отлично дальше заводимся и двигаем двигаем навстречу нашим приключениям у нас там 109 раз фока 190 какая хрен пойми 2 кстати здесь совсем в невыгодном положении этот пф но как ты еще живет как живет вообще не понимаю просто крутой парень я так понимаю он про но давайте попробуем подловить что не дотягивает просто движок у нас не хватает мощности давай разворот через вертикаль боже мой закрыл очки давайте чтоб не свалиться давай отворачивай а все горит он закрылки отпускаем и давайте отключаем движок чтобы остыть и хотя бы на фоку будем пикировать мне кажется конечно и без нас заберут но мало ли все отлично а бф потух представляете еще раз загорелся один раз потух загорелся опять потух походу нет пока еще летит надо его убивать что он летит не надо нам лететь дальше так попадание попадание повреждение крыла он опять потух и на этот раз свалился все я так понимаю ну-ка да все помощь в уничтожении дали ну ладно не важно уже что то и кстати осталось у нас всего лишь Райан и и еще один какой то противник кстати вон Райан Райан наш дорогой все Райана нету ну и все остался только один а у нас а у нас я и еще три самолета что то как то я даже особо за место не заметил где тут он был где был я его весь проспал ну ладно не так уж прям важно главное найти последнего и уже этот бой закончить не дай бог он куда то там умыкнул хрен знает куда нету ни у кого идеи ничего там где бы он мог быть да по мне тут еще и ПО начало стрелять нету летим отследовано не хочу под ПВО попасть мммм что то даже непонятно скорее всего ушел на аэродром его наверное подбили и он ушел танки в ВД будут будут на чем думаю это 34 57 потому что особо других танков меняет а вот кстати наш Дарнье это оказывается бомбер либо штурм не знаю какую именно модификацию он там давайте попробуем хотя бы его что ли подцепить я патроны особо не тратил у меня еще 300 штук так что вполне себе у меня хватит на одного то уж бомбера осталось только догнать его первым потому что смотрю на него и тайфун заходит и наш спидфайр ну в общем мне тут как то не слишком сподручно с ним справиться потому как и без меня есть кому по нему пострелять ну а я смотрю то ли тайфун промахнулся ну у меня появляется шанс его догнать давай 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 мустанг тащи ты должен ты должен с километра прям давай давай нано испаны дамажат 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 испаны ужасно попадать потому что крыльевое вооружение по крылу попал по крылу заметьте попал и что то он еще летит и летит все пули прикиньте 300 просто патронов ушло в никуда и помощь опять засчитали помощь ну блин как так хрен его пойми ладно 300 штук ушло просто в секунду пострелял называется чуть-чуть и все но зато мы их всех уничтожили и у меня две помощи ну ладно шикарно хотя бы как одно спите это примерно две помощи и давайте уже проигрывайте ребята проигрывайте уберите закрылки ладно убрал давайте потянемся вверх давай 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 ну да мы смогли 100 км в час еле еле сейчас прям ну что неплохо могло быть и лучше эммм не знаю какая должна быть скорость интернета честно не предполагаю даже так танчики смотрим что у нас тут имеется имеется танковый бой давайте какие у меня 473 горда больше не так давайте 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 поставим так шикарно реалистичные бои поехали на Т-34-57 сложно на ней играть на Т-34-57 против тигров вообще жесть их пробиваем мы с трудом довольно они нас на самую душу причем нас пробивает не только тигр Нас побирают вообще все Вообще все, кто просто хочет А нам с этим сложнее Плюс у нас еще и урон разовый как-то не очень Взрывчатки в 57-мм снаряде не так уж и много Да что уж там, мне даже вот потом выезжаешь на какое-нибудь КВ Да, пробития там меньше, но зато Как уж если попадешь по какой-нибудь вражеской 34-й ваншот почти 100% Здесь же нет Здесь надо бывает попасть по нескольку раз Ваншоты бывали у меня очень-очень редко И сражение на Польше Почему они сделали такой маленький городок и так много полей Я не знаю, приблизили бы что ли Я конечно понимаю тут реалистичность, все дела, большие карты, бла-бла-бла Но, блин, кому это надо, когда геймплей из-за этого растягивается в какую-то унылую жижу, извините Причем вот что я сейчас тут буду на 34-57 делать, когда скорее всего у противников уже есть игры Из-2 просто, просто из-2 1944 года Шикарно, то есть Приравнивают, ну не приравнивают, да, но Как бы нормально, да, то есть 122-мм пушка улучшенная, там Броня лобовая Просто пипец Ладно, там еще Ну это просто жесть Что это, кстати, за зенитка у нас такая Понять не могу никак Какая-то засушка 37-я В общем, из-2 просто за нас, а я на 34-ке Сами понимаете К чему я клоню То есть из-2, то 34-ке получше, ну это как раз в 10, мне кажется И это то ли лак, то ли это и прям что-то тут Чё это такое вообще? Типа снег, что ли? Или чё это такое? Ладно Непонятно Непонятно Но пусть будет Синяя трава какая-то, боже мой Да, походу тут какой-то снег Обледенелая карта Сплошной снег Везде Везде зима Так, ну как там из-2-то выглядит А, да, башню хрен на него развернешь Ну ладно Пофиг Единственный, наверное, плюс К сравнению с ССОМ Здесь то, что есть сразу арт-продержка Но Мало спасает, честно говоря Арт-продержка там Она, конечно, иногда позволяет там выкурить противника из укрытий Но, знаете Она работает только против очень легко бронированных целей У нас таких На третьем ранге, кроме ЗСУшек, не так уж и много И чё-то там, кстати, с 34-кой-то случилось Судя по всему уже, кто там Начинает стрелять Кто хрен пойми Но то, что... Опа, она вся зеленая И ещё такая красивенькая Ах, ть Прям щикарно И кто там, интересно, мне Вон, кто туда там едет Кто-то где-то там, а О, в здании долбанули Не, нам перестреливаться Ему-то удобно Он там, извините, в щелке стоит А мы... Не, нам неудобно Мы в такое не играем Вот, кстати, видим Ещё, походу, один противник Лучше проехать на скоростью Простреливать там через город Ай, не получи сейчас Почин, пока будешь стоять Кстати, где он КВ-хо, судя по всему, едет Да, КВ-хо немецкая Немецкая КВ Ну, в немецкую КВ-шку надо, мне кажется, было покупать А не 34-57 Хотя, кто же его знает Как оно там было бы на самом деле Давай Куда стрелил? Хрен его знает Поэтому О-о-о-о Куда снаряд пошёл? Вообще непонятно Неважно Тормози, родной Тормози, тормози, тормози О, кстати, попал И смотрите, просто попал Никакого эффекта Хотя, вроде бы, вот даже написано Попадание, все дела Ля-ля-ля Типа, всё очень круто И на самом деле, я молодец Вот такая попадание Толку от этого попадания Ровно столько же, сколько от того Что его бы не было И цель не была повреждена Всё, поехал я отсюда На дальней дистанции И с ним перестреливаться Это себе дороже О, смотри, как Вот он прилетает Он пристрелялся тоже И, походу, у меня включился сплин, да Или нет Короче, что-то у меня там включилось Вроде прикольненькое Кстати, вот там вот ПЗ-чка Пантера вторая Пантерка Оп Пантере тоже вот В лоб башни попали Ничего не нанесли Вот что с пантерами на 34-ке делать Эй Не было повреждено Ну Веселье, да? Третий ранг Прям машина Которая раньше, кстати, неплохо так нагибала Я бы сказал Сейчас уже всё Давайте подкалибером Что-то попробуем Ничего-нибудь Конечно, подкалибера Вообще За броневого воздействия Никакого, но Эть Куда стрельнул? Хрен его поймёшь Давай ещё разок Оп О, гусеницу Слышит, походу Ну, блин Зато теперь её на себя согрел Нет пробития Давайте в башню попробуем залепить Шить Нет Ну да Вообще Бум Её взорвали Ну ладно, хоть там Фок, кстати Моё сердце Остановилось Моё сердце Оп Нет Ладно, надо подъехать поближе к этому КВ Тогда мы сможем Опа Вот так вот мы его видим Вроде, да? Шить Во-о-о Вот теперь всё прошло Вот так уже лучше Так намного интереснее Ещё разок На тебе просто Командира Заряжающего Наводчика И всех 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 Шить Шикарно Давайте ещё раз Подкалиберы рулят Подкалиберы рулят Нет пробития Чуть ниже берём Давай Ещё раз Пом Отлично Но мы так О, кстати Мы его всё Техника уничтожена Шикарно Ну что ж Заряжаем бронебойный И едем дальше Едем в город Кстати Вон там уже кто-то объехал город Кто хрен его знает Поэтому поехали Посмотрим Слушайте Наверное сразу лучше Подкалибер Там, да Тигр Тем более Во всяком случае Отстрельну его Где он там? Вон там Это там Не видно Давайте туда Артудар Вызовем на всякий Мало ли Заденет их Они там где-то За холмом За холмами За лесами За лугами И за всем прочим Ну ладно Подъедем поближе И там уже посмотрим Что мы можем сделать Помню я и тигра ваншотил Кстати Под калибером Это все дело было Так что Главное Просто Выбить ему там Ствол орудия Как-нибудь В общем Гибло Мне кажется Довольно Это затея Где-то там еще В городе Кто-то есть Тем более Как бы мне тут В шапец не прилетело Но это одно Наверное Изменьшится Так Вот он Этот тигр Ну Точнее Он там А мы-то его не видим На самом деле И Ого Уже бобры летают Бобролетики Шикарно Не-не-не-не-не-не Даже не пытайся На меня зайти Урод Даже не пытайся Я поехал отсюда Сваливаем отсюда Так Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Не надо меня обидеть О Отвлекся на бобра Вылить тигр Просто С одного выстрела Ну тут Понятное дело 88 миллиметров Пушка Это Шикоз Давайте возьмем Ягд 9Т Для поражения Для поражения Сразу Как-то так Для поражения В бронированной цели И попробуем Что-нибудь придумать С ним Хотя по самолетам Мы сейчас будем Дамажить Ровным счетом Никак Ну и давайте Тогда сразу Для поражения Воздушки Может быть Фугасом Сможем по кому-нибудь Там типа Более-менее Открытым Пострелять Я как-то себя На самолете Более-менее Адекватно чувствую Надеюсь У меня останется Потом Нет Не ленточка Другой человек Так Виснет буквально На секунду И потом Не виснет Сколько Или Постоянно Прямо Все это дело Да Не забывайте Поставить плюс Игорь правильно Пишет Игорь Тебе огромное спасибо О Фока Ну что Фока Сейчас ты будешь Игребать Как-то в танковых боях Знаете Люди намного меньше Смотрят на вражеские Истребители Уж не знаю почему И как-то Вообще Типа Ну Самолеты в танковых боях Это такая Типа Подоткнуться Чисто А не полетать На самом деле Странное мнение На самом деле Ну-ка Попробуем его Как-то подцепить Дистанция конечно Я понимаю То что просто Охренеть Огромное Но Шанс попасть Все равно Имеется А почему бы И не пострелять Раз имеем шанс И тем более Мне уже на 6 садятся Так что надо Что-то делать Давайте Давайте Давай 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 Ну-ка Не-не-не 37 миллиметров Пушка Нужно быть Вообще Снайпером Чтобы Опа Было попадание Было попадание И он еще летит И вполне себе Нормально летит Это Что-то Что-то тут На грани фантастики Вам не кажется Сейчас все патроны Потрачу Я тот еще Снайпер Ну ладно Не жалко У меня На аэродром Можно будет Слетать Так что Давайте Заселим А на 6 Ему плотно Так что Рано или поздно Мне кажется Должны попасть Вот Опять В хвост Попали И 0 эффекта И еще раз Походу Попали Ну Я не понимаю Как это объяснить Извините Я взял Вообще-то Не бронебойную ленту А Воздушку То есть Она должна С одного фугаса Вообще Разрывать Вражеские истребители По идее И он меня пытается Походу Пропустить Что-ли Или как Или че Ну как бы Не надо Не хочу Я пропускаться Я лучше У тебя на 6 Повешу Опять Меня это уже бесит Я Опа Ну сколько можно Сколько можно Блин Я его раскритовал Уже даже Повреждение руля высоты Сколько раз я по нему попал У меня такое подозрение Что у меня Шикарно И смотрите Он летел Он ведь летит Ну Недолго Ну блин Мне хотя бы Его засчитали Походу У меня бронебойная лента Поставилась Все равно Хотя вроде Выбирал Воздушку Потом Ладно Поехали На аэродром Слетаем Перезарядимся Это вообще Жесть Он сожрал Наверное Снаряды 4 Вы сами видели Прекрасно Это Жесть И активить Кам У нас конечно Просто красавчик Взял в него Вторанил Все Что по составам У нас все Почти умерли Кроме меня И ИЛа второго А Почти Ну да Я и ИЛ 2 Все А 34 у нас Еще есть одна Охренеть просто Ну да Немцы на этой эре Просто рвут Мечут Ну Если один раз В 5 минут У вас на секунду Фризит Ну боже мой Мне кажется Нормально все Это да Возможно Интернет Ну или просто Ник знает что Давайте садиться Давай Давай Посадочные закрылки Сейчас оторвет Мне кажется Не оторвало Ну вот и зашибись Так Скорость Гасим Гасим скорость Вообще приятно На Яке летать Он так слушается Очень хорошо По сравнению с Мустангом Все мы просрали Кстати Не сядем Ладно По сравнению с Мустангом Як это вообще Божественная вещь Просто шикарная Ну смотрите На танке мы вынесли КВшку Здесь мы вынесли Фоку В общем Всего понемножку И вот Потихоньку Начали открывать Мне если честно Больше в Аркаде Нравится на танках Потому что намного легче Там найти цель И вообще Намного бодрее Все это происходит Там Давайте заряжающему Заряжание прокачаем Поехали в Аркаду На танках И Что у нас имеется Вообще Из танчиков Там Ничего интересного Не имеется Надо будет Как только Будут деньги Нет Как будут деньги Надо накопить На экран Квадо HD Чтобы вас порадовать С шикарным качеством Потому что Пока что Только 720 Да Не забываем Ставить плюс Потому что плюсов 5, а вас 9 Хе-хе-хе Так Т-34-57 Нет Давайте на Квшке Сначала На Квшке Сначала И Это у нас Бронебойный Тупоголовый Просто проламывает броню Я так понял Его ставить не будем У меня стоит Обычный HD То есть 1366 На 1000 Так нет 1366 На 768 Точек Короче Обычный HD Хочу Сразу Перепрыгнуть Через Full HD И взять Quad HD Экран Для того Чтобы записывать Видео в 2К И выкладывать Видео в 2К Вау Думаю 2К будет смотреться Намного круче Да и в любом случае Если вдруг Не захочется Выкладывать 2К Можно в любом случае Будет Взять и просто Монтировать в Full HD А не в 2К Видео Но Думаю На таком мониторе Будет вообще Все круто смотреться Единственная проблема Цена у него конечно Цена у него не то Чтобы запредельная Но Не маленькая Я бы сказал Очень даже Не маленькая Я нашел Один При этом Мне придется Стопудово Менять Видеокарту Если процессор Еще кое-как У меня это все Дело потянет То видеокарта У меня просто Загнется И улезет Куда-то там Как будто Ее вообще не стоит То В общем Менять надо будет Ставить что-то В районе Даже не знаю Что-то в районе 970 То есть Это примерно Столько же Сколько и сам Экран будет стоить В общем Чтобы такой Монитор купить Я буду долго Долго Скопить И при этом Сначала Я еще Ведь до того Как купить Монитор Куплю себе Нормальный Студийный Оборудование По сравнению С тем Что стоит У меня Сейчас Хотя Я на него Пожаловаться Не могу Он За свои За свои Деньги Просто Шикарная Вещь Отрабатывает На все 100% Но 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 Все равно Так Видим Мы тут Первого Гостя Цель Не была Повреждена Ну Т-34 Всего лишь Жалкий Т-34 Ну Как Как он Не пробивается Не пробивается Давайте Еще раз Туда Попасть Люк мехвода Я не вижу Где этот Люк мехвода Вот Попал Походу Кританул Там Трансмиссия Все дела Т-34 57 По ним Пасть Никак Ладно Так В башне Попробуем Не В башне Ненавеситься Ладно Он должен По идее Сгореть О Кстати Меня Вызвали Оттуда Какая Досада Хотя Страшно Ли Это Думаю Не Смешно Кв Кстати Оп Пробили Прям Вот так С башни К щечку Аккуратненько Прям Так И Давайте В другую щеку Щекка Все Вот так Вот Два раза По щекам Побил И Видим Мы там Смотрите Вон 57 О Там Еще И ПЗ Отлично Ой Как Это Мне Не Повезло Неудачно Я попал По нему Очень Неудачно На Крит Повреждения Просто Через Маску Орудия Башня У него Не очень Крепкая И В бочину Опа Мне в бочину Как зарядили Ну ничего Сейчас он у меня получит Только пусть выйдет Давай 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 Меня артударом Простым не возьмешь И одним снарядом Кстати 85 Миллиметровая Между прочим Пушка И вот у меня Борт Ее как-то смог Сдержать О Двигатель Трансмиссию Повредили Вот второй выстрел Кстати Ну тут собственно Просто правильно Нужно Встать Ромбом И тогда Все будет по плечу Оп Техника уничтожена Взрыв бака Походу Произошел Ну а нам От этого Не хуже Кстати А где там Тридцать четверка Я точно помню Что там она была Если она мне сейчас Как-то выйдет Сзади Пристроиться Вдруг Нет Спасибо Мне такого Счастья Не надо Кстати Вон Можете Видеть Там кто-то Проезжал Вон Вот там Где-то там Далеко Далеко Надо Надо ехать Потому что Она захвачена Надо Надо ее Нам отвоевать Давайте Двигаем Двигаем Кстати Попаль Тоже Сысами Но как видите Квшка Удар Держит В этом намного Приятней Ну и плюс В аркаде Она хотя бы Как-то едет Я чувствую Реалистичным Она вообще Не ехала Тут Тридцать Четверка Кстати Просто летает Она Как колесница Какая-то Скачет Туда-сюда В реалистичных Боях Она едет Ну так же Как этот Кв Через одно Место Хотя Здесь Этот В аркаде Едет Вот так Вот Плохо Ой Сейчас Мне В очину Как пихнут Зря Я так Сделал Да Кстати У меня Вроде Хватало Для того Чтобы вызвать Штурмовик Пом Красиво Все это Дело Сделал Парень Ну и ладно Не будем Его разочаровывать Возьмем Тридцатьчетверку Пятьдесят седьмую У меня танков Много Мне не жалко Есть у меня тут Тридцатьчетверка Тридцатьчетверка Тридцатьвторого Кода Ну и остальное Уже совсем По мелочи Оно тут Не сыграет Вообще Никакой роли Ну Три артудара У меня есть Так что Вообще Никаких проблем Не вижу В том Чтобы сейчас Кому-то Напихать Опа Сколько ж Противников Сколько Противников Причем серьезно Противников Оп Не пробил Тридцатьчетверку Улубаш Не представляете Где-то там он был Пусть только вылезет И сразу же У меня Получит На Тридцатьчетверке Лезть вперед Вообще Нельзя Иначе Будет все Очень для вас Печально и плохо Он кстати попал Ну вот Он сразу Сразу выцеливает Тридцатьчетверку Потому что Тридцатьчетверку Убить легко Нет бы Кого-нибудь Более Сильного Нет И что Самое нормальное Это убить Тридцатьчетверку Уражеское Давайте Починимся Что-ли Хотя бы И Пять 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 Туда Вот кину Артудар О кстати Как мне повезло На меня тоже Послали Артудар И у меня С башней Сосломают Особо не повоюешь Ну будет Намного лучше Чем сейчас Смотри Если взять Фулл HD экран То На нем Поместится Четыре изображения Как у меня в HD А в Quad HD Поместится Шестнадцать Моих экранов Ну то есть Насколько Будут плотнее Красивее Картинка Намного Так Не знаю Почему у меня Нельзя выбрать Качество Наверное у меня Просто HD И HD Все Без всяких Прекрас У них наверное Из-за того что Фулл HD экран Можно что-то выбрать У меня нет И кстати Мы сейчас продуем Точку Мы так и не Отвоевали Опа Ту-2 Эть Он упал сам Разбился Ну ладно Разбился Так разбился Чего меня Больше волнует Так это то что Опа Квшка 85 А что стрелять Не хочет А перезарядка Идет Блин Какого хрена Перезарядка Он уехал Уехал Скотина такая Пока я тут стоял Перезаряжался Он свалил И все Покончился бой Да Что-то не очень Вначале на квшке Нормально все было Потом один раз Все протупил И тут стоял Чинился Перезаряжался Пом Ноль урона На немецких Надо танк Кататься будет Еще А у меня Там особо Ничего нет Но Все равно Давайте качать Эту сушку 76М И Давайте Может Т-60 Следуем По мелочи Т-60 Оп Так Ой Аркада Погнали Поехали в аркаду Ну по идее У стрима Качество Вполне себе Нормальное Я вот сейчас Смотрю Ну и кстати На большом экране Монтировать Намного легче Все Чем На том Который у меня Имеется У меня И вон И значков На рабочий стол Хрем поместить Сколько нужно Уже не хватает Места А там Сколько влезет Столько и суй Так Так А давайте А давайте Возьмем опять Давайте КВ-шку сначала Возьмем Подольше Думаю Жить будем Хотя Судя по тому Перекопали с ИСами Вторыми Намного Дольше Жить у нас Не получится Тут какой-нибудь Тигр возьмет Стрельнет А ему Какая там Броня 75-миллиметровая Фи Пока Тут до ИСа Ты качаешься Столько лет Пройдет Давай Сгоры Вау Да Кстати Тут карту Походу Перекопали Либо это Просто Другое Что-то я не понимаю Вот в этой жизни Корелия По идее Мне кажется Ее перекопали В этом патче По-моему Вот это вот Направление Раньше Там было Намного меньше Вариативности В том плане Куда поехать Так Мы куда Че я тут прям Ломлюсь Как слон Дешеный Чувствую Противник Поедет С точки А Значит И нам туда Двигать Надо потихоньку Давай КВ-шка Двигай Мощь Советская Мощь Если мы захватим Точку А То у нас И там Возрождение Получится Получать Или че Или просто Там так Обозначено Че-то непонятно В этом плане Ну красота Конечно Красота О Тридцатьчетверка И еще Еще Тридцатьчетверка Где-то там Где-то там Далеко-далеко Едем Вперед Уже Кстати Захват Кто-то Уже Тут Стоит А это Опасно Стоит Какой-нибудь ИС-2 Ну Кстати Тридцатьчетверка 57 А ИС-2 Скончалась Давайте Давайте Тяжелый танк Тяжелый танк Мы наверное Сейчас Протащим Продавим Просто направление Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай- сломана и починить ее нельзя еще делать нет меня вот это просто убивает логика пушка сломана починить ее нельзя то есть стрелять ты не можешь что-то должен делать все типа хватит с тебя ладно поеду просто хотя бы от народа клипу сколько выстрелов мы выдержим еще давай затараним кого-нибудь но там тигр сейчас чувствую тигр мне даст прикурить но 34 да я смотрю тут вообще целая пати прям формула 1 какая-то я чувствую сейчас что-то нычу наверное ну блин даже в аркаде на таких маленьких картах сразу довольно все медленно а уж в реалистичном поехал еще пипец ну давайте о да 34 57 вот он самый главный мой враг я поехал о эта штука не ломается ладно все встаем значит ну-ка прям через лобовую бум все нахрен что-то вообще вынесла это нас 34 85 ну чё давайте возьмем 57 где нас кстати заспавнуть опять там же ладно давайте следующий подкалибер окей дорогой думал видимо остаться незамеченным и как-то не вышло оп нижний бронелист кого-то там порешил стоит так непонятно давайте отсюда скидем не никак убить его не можем видите разлета вообще никакого отосколков вообще за броневого воздействия по нулям попадание просто на этот раз все наконец техника уничтожена ура возрадуемся товарищи опа снаряд пролетел тоже стоит там кто-то ну ладно пусть поехали надо подъехать поближе чтобы спрятаться вы увидите 34 вообще шурует просто на ней прям тут можно разогнаться захватить все что нужно просто шикарно проходим первую базу двигаемся ко второй как в этом бейсболе кстати видно там было но да какое-то время его было видно остановимся с вами на этом остальных остальных видно ровно настолько насколько а вот так вот краешек и ничего не нанесли кстати нам повезло вообще то что ничего особо не произошло с нами то что мы еще живые собственно что-то что-то тут как-то и не попасть по ней ладно лучше не испытывать судьбу от едем как двигаться подальше а то еще когда с шалобан 85 миллиметровым так у нас башку оторвет это знаете как дядя с кувалдой подойдет к ребенку и даст ему по башке просто этой кувалдой чувствует также будет так едем с кого там напуляем с кем пулякаемся тигр ни хрена себе с кем вы пулякаемся сейчас мне когда дуд полбу опа высадим башню сорвало видали мне тут лучше вообще не отсвечивать залечь на дно и не отсвечивать там вот тигра давайте ударов под называем у нас же много и и полетельные истребители мне же типа можно так что почему бы и да я смотрю там вражеские самолеты летают ну-ка чё за истребитель ты нам дадут какая-то японская шняга блин чё за японская шняга разворачиваемся и какой-то кишка какая-то какая-то кишка давай уход разворот сколько мы на нем летаем почти 30 секунд окей давай на закрылках обходим ребята тут вообще молодцы а чё у нас интересно за вооружение это пушечная кишка что ли мог стать спидфарм ним попали но блин чё они от меня улетают так на истребитель мало летает думаю хоть одного собью она нет не дают ничего сделать это 34 57 вот отлично давай 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 не ничего вообще 0 эффект все и я опять возвращаюсь за свой танк опа на просто и самолет сбит смотрите-ка самолет сбит но уже когда когда все закончилось 34 оп бочину привод горизонтального наведения надо сюда куда-то попасть об помощь в уничтожении противника ну ладно хотя бы так зато у нас почти отвоёвана . а пушка не опускается грёбанная наводка о все по 34 попали у меня походу сломали приводы и опять чиниться нельзя вот чё за хрень просто радость счастье веселье сломали башню а все починка перезарядка типа началась и где написано то что я чинюсь объясните что ли или у меня трансмиссия сломана чаще происходит сейчас кто-нибудь объяснить мне хоть кто-нибудь о попал вы смотрите это баг какой-то я не понимаю какой-то глюк судя по всему но я не знаю как еще объяснить почему так происходит марта 3 какой-то настырный очень но куда стрельнул ё-моё да просто ё-моё сколько вас тут ребят шли бы отсюда чертовы бабушки мардер марта бум из 1 просто в башню дал колобан бум на просто все все в говно нет стримить буду не до следующего стрипа с перерывом в час то есть скоро уйду то есть закончу я минут через 10-15 еще парочку боёв значит давай тридцать четыре тысяча сорок второго года 76 миллиметровой пушкой поехали иса не пробьем зато тридцать четверки с радостью пожалуйста просто за милую душу а всяких мардеров боже мой мардеров вообще можно арт ударом убивать вот спид фаерку он там еще 34 57 ну-ка ее можно попасть по ней как-то да можно вроде как было не ну так не интересно давай вылезать чтоб попасть можно было такие хитрецы я прям лучи с них поражаюсь так с ними даже играть неинтересно у нас опять . отвоевывает видимо этот из приятного вот тут вообще руи давай 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 едем в атаку он кстати вырезает значит сейчас можно будет еще раз вылезет только если а он вылезет еще раз это я вам это я вам говорю зуб даю клянусь ну не походу его там да его там приложили ну ладно поехали точку а а иначе мы сейчас просрём давай быстрее жми и хочу какой-нибудь более адекватную машинку но пока второй ранг полностью не пройдешь на третий и не выйдешь вообще надо было брать машину четвертого ранга премиум сушку было бы столько конечно денег и давно бы взял оп пушка не опускается ну просто ни черта это что у нас певышка вторая и как я ее пробить должен хоть есть какие-нибудь предположения как я это должен делать оп просто в ноль бетонобойным походу ага 152 миллиметровая дура на вынос все ладно возвращаемся в ангар думаю лучше полетать еще да кстати по поводу изображения почему-то теперь пошла потеря кадров какого хрена я не пойму у меня видимо роутер перегрелся или чё с ним не знаю должно быть все нормально ну ладно тогда на этом закончу пойду исправлять все всем спасибо что смотрели всем удачи